МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на одном товарном рынке, направленной на поддержание, снижение, либо повышение цен на торгах. И мы сразу же понимаем, что все это незаконно. Конечно. Если говорить об основных сферах экономической деятельности, где больше всего выявляется картелей? На самом деле нет, наверное, таких сфер экономической деятельности, где не были бы обнаружены картели. Для примера могу привести такие сферы, как деятельность строительства, автомобильных дорог, зданий, сооружений, ремонт медучреждений, закупка лекарственных средств и прочего медицинского оборудования. Все-таки наиболее распространенные картельные соглашения в Московской области какие? Наиболее распространенными картельными соглашениями являются соглашения, либо сговоры на электронных аукционах. Для статистики это примерно более 95% от общего числа сговоров всех. Достаточно внушительная цифра. Если все-таки говорить про динамику, сейчас подводим итоги 2019 года, уменьшилось, увеличилось количество картелей? Есть какая-то такая статистика? Ведет ли ее ФАС? Да, конечно, ФАС ведет статистику возбужденных дел, вынесенных решений по данным правонарушениям. Для примера могу привести статистику Московской областной ФАС России. В этом, ну, за 2019 год было возбуждено более 30 дел о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устных картельных соглашений. Также было вынесено более 20 уже решений. Выдано 10 обязательных к исполнению предписаний о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Также могу отметить, что предписания, вступившие в законную силу, были исполнены. Тем не менее, меньше становится с каждым годом? К сожалению, нет. Меньше не становится. То есть даже растут, в принципе, объемы средств денежных, на которых мы выявляем сами картели. Несмотря даже на ужесточение законодательства, несмотря на то, что к картелям применяются достаточно такие жесткие санкции, тем не менее, не останавливает это? Нет, не останавливает. Картели, как были, мне кажется, так они продолжают быть на нашем рынке. И поэтому нет такого, чтобы было бы какое-то снижение. Какие инструменты у ФАС существуют в борьбе с картелями? В борьбе с картелями существуют, ну, наверное, такие инструменты, как, если привести для примера, в июле этого года была, ну, в целях эффективности повышения взаимодействия, межведомственного взаимодействия и координации согласованных действий, совместных, была создана рабочая группа для пресечения антиконкурентных соглашений, которые запрещены антимонопольным законодательством, для укрепления законности при реализации национальных проектов. В состав данной рабочей группы входят сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Московского областного ФАС, Россия. Можно сегодня говорить об эффективности работы этой структуры? Да, да, эта структура взаимодействия начинает эффективно работать, то есть уже какие-то взаимодействия в данной структуре есть, и мы надеемся, что это поможет нам все-таки как-то, может быть, сократить картельные сговоры на торгах. Также в целях автоматизации выявления пресечения картелей ФАС, Россия, было создано программное обеспечение как большой цифровой код, также направленное на пресечение антиконкурентных соглашений и создание доказательной базы, то есть в рамках этой программы можно более оперативно выявлять признаки нарушения антимонопольного законодательства. Насколько быстро реагирует ФАС, насколько быстро реагирует именно Ваше отдел, если установлен картельный сговор? Мы реагируем, если установлены признаки нарушения, конечно, сразу же. Почему? Потому что это достаточно крупные правонарушения, серьезные. И сразу возбуждается дело о нарушении антимонопольного законодательства, если собираются определенные доказательные базы. И в ходе рассмотрения данных дел мы уже собираем далее доказательную базу, и если полностью собран пакет доказательств, то мы вносим решение о нарушении антимонопольного законодательства в части нарушения антиконкурентных соглашений. Если говорить о примерах, можете ли вы привести примеры крупных дел о нарушении антимонопольного законодательства? Да, такие дела у нас были даже в этом году. Одним из примеров таких дел я могу привести дело, которое проводилось на 44 электронных аукционах, предметом которых являлось содержание и обслуживание автомобильных дорог Московской области. Общая сумма заключенных контрактов превышала около 283 миллионов рублей. То есть довольно-таки крупное дело. Также для примера можно привести дело, где пенсионный фонд проводил закупки для нужд своих отделений на территории Московской области. Также было установлено нарушение на общую сумму 183 миллиона. Также для примера могу привести дело, проводимое на 13 электронных аукционов на ремонт зданий и сооружений на территории Московской области, где сумма заключенных контрактов превышала 495 миллионов рублей. По всем делам были вынесены решения, собрана общая доказательная база. Также было установлено, что в ходе проведения данных электронных аукционов организации пользовались единой инфраструктурой, подавали заявки и ценовые предложения с незначительным снижением начальной максимальной цены контракта, вплоть до 1%. Если говорить о мерах наказания, то что ждет подобной компании, которые, зная, что нарушают антимонопольное законодательство, делают это? Да, за заключение хозяйствующими субъектами картельного соглашения предусмотрена статья 1432 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И также, если привести для статистики работу нашего управления, то могу сказать, что в 2019 году в Московском областном УФА было возбуждено более 130 дел об административных правонарушениях, выдано более 100 постановлений о наложении штрафа на компании, участвующие в картельном сговоре. И также могу отметить, что в бюджете Российской Федерации уже перечислено более 29 миллионов рублей в виде штрафов за картельные соглашения. Ну, внушительная сумма получается. Но, тем не менее, опять повторюсь, это не останавливает хозяйствующие субъекты от картельного сговора, то есть они продолжают образовываться. Зная все действия, которые направлены на выявление, продолжаются картельные соглашения. И даже в этом году мы, если взять сумму вынесенных штрафов в 2019 году, то она превышает 53 миллиона рублей. Есть ли дела, где поводом к возбуждению являлись заявления со стороны заказчиков или организаторов торгов? Да, и такие заявления у нас рассматриваются. Для примера могу привести заявление ПАО Росети, которое обратилось в ФАС России с заявлением, содержащим признаки нарушения монопольного законодательства на поставку оборудования для нужд сетевых организаций на территории Московской области. Так как территория была Московской области, ФАС передало России на рассмотрение данные материалы и заявления Московской областной ФАС. Проанализировав данное заявление, собрав доказательную базу, также могу сказать, что Московской областной ФАС было вынесено решение о наличии заключения картельного сговора. Также участники электронных процедур отказались от конкурентной борьбы, подавали ценовые предложения и заявки, используя единую инфраструктуру, обменивались информацией, и также снижение цены было до 1% от начальной максимальной цены контрактов. Московская областная ФАС Россия признала обе компании виновными в заключении устного картельного соглашения и выдала им обязательное исполнение предписания. Также, для примера, можно привести заявление крупнейшей компании, такой как «Транснефть». Также по данному заявлению было возбуждено дело и уже на данный момент вынесено решение о признании двух компаний виновными. Ирина Николаевна, как существует судебная практика? Да, если взять практику за последние три года, то могу сказать, что судебными инстанциями было возбуждено 21 дело по обжалованию решений либо предписания антимонопольного органа. И могу отметить тот факт, что ни одно из 21 дела не было проиграно и что судебные инстанции поддержали решение Московского областного ФАС России. Таким образом, судебная практика по выигранным процессам говорит об установлении правоприменительной практики доказывания антиконкурентных соглашений между компаниями-конкурентами. Но вы ведь работаете не только лишь по заявлениям от организаций, которые устраивают торги или от тех организаций, которые считают, что имеет место быть картельный сговор. То есть ведь практика гораздо шире. Да, конечно. На рассмотрении находятся также заявления физических лиц. То есть в Московском областном ФАС проводится самостоятельная работа по выявлению картельных соглашений. С какой периодичностью вы проверяете организации, либо торговые площадки? То есть есть какой-то регламент работы именно ФАС? Регламент работы ФАС при выявлении картелей, как таковой он существует в плане выявления картелей. Если брать электронные аукционы, то мы просматриваем электронные площадки, выявляем нарушения и уже от этого отталкиваясь, мы проводим какую-то далее работу. Но это прямо в ежедневном режиме? Ну, можно сказать и так. Все относительно. И, конечно, мы не можем каждый день заниматься либо самостоятельным выявлением картелей, либо заниматься заявлениями. То есть все идет в совокупности. Мы рассматриваем заявления, анализируем самостоятельно. Может быть, какие-то дополнительные выявляем компании, находящиеся в сговоре. У вас сегодня есть уникальная возможность обратиться к тем организациям, которые, возможно, собираются вступить в сговор, либо когда-то участвовали в картельном сговоре. Да, это на самом деле не лучший вариант решения данной проблемы, потому что забыла отметить, что также про ответственность за соглашения антиконкурентные предусмотрена статья 178 Уголовного кодекса, в которой мы направляем материалы в правоохранительные органы, если сумма заключенных контрактов превышает 50 миллионов рублей. То есть мы готовим материал, мы выносим решение и передаем решение в правоохранительные органы, где уже по результатам рассмотрения данных материалов, кейсов, которые передает Московская областная ФАС, правоохранительные органы принимают решение о возбуждении, либо отказе от возбуждения уголовного дела. Такие дела есть? Да. Для примера, в 2019 году Московская областная ФАС подала два кейса с данным правонарушением. где сумма заключенных контрактов превышает 50 миллионов, и по данным делам возбуждены уголовные дела уже. В 2019 году Вы передали два дела, готовятся ли еще материалы? Что Вы сказали, что в принципе таких дел достаточно много? Да, на данный момент также готовятся кейсы по передаче в правоохранительные органы по шести делам о нарушении монопольного законодательства, которые будут переданы, также для принятия решения о возбуждении уголовного дела на основании решения Московской областной ФАС России. Все-таки приближается один из самых главных праздников нашей страны, и не хочется говорить о наказании, все-таки хочется немножечко завершить нашу программу приятным. Да, конечно, потому что наказание всегда не очень радостное событие в любом правонарушении, в принципе, поэтому да. Лучше соблюдать законодательство, не нарушать законы, как в артельных соглашениях, так и в принципе законодательство, поэтому чтобы не было какой-то уже ответственности за эти правонарушения. Ответственность есть, и она достаточно внушительная. Она достаточно большая. Более того, уйти от ответственности не удастся, потому что система сейчас работает так, что в принципе очень сложно скрыть какие-то факты, все на виду. Потому что все выявляется, то есть признаков довольно много, то есть в каждое дело в принципе уникально своим содержанием. Да, они есть, конечно, какие-то общие, но также в каждом деле мы находим возможные другие признаки нарушения, которые помогают доказать вину правонарушителей. Поэтому да, лучше не допускать таких действий, которые направлены на соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством. Тогда и не будет в принципе ответственности такой суровой. Спасибо, Ирина Николаевна, за беседу. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...